Хотелось быть ее чашкой, братом ее или теткой, ее эмалевой пряжкой и даже зубной ее щеткой. Солнечные часы. Вот посмотрите, сегодня какой прекрасный солнечный день. Можете ли вы сказать, сколько времени, глядя на эти часы? А в то время, если ты выходишь без калош на улицу, то ты свою обувь просто запоришь через какое-то время. А обувь в твоей ласке дорого, она вся шилась на заказ. Во дворе обращает на себя внимание огромная икона, поднесенная рабочими директорам завода в день 50-летия существования этого огромного учреждения. А потом здесь открылась как раз-таки Калинкинская больница, где лечили от так называемых прилипчивых болезней. Я тебе квартиру покажу. А? Квартиру, говорите, покажу. Покажу эти квартиры. Начнем мы на самом деле с того, о чем я уже один раз рассказывал, более подробно в отдельном выпуске. Вот с того маленького домика. На нем есть не очень приметная, как обычно, мемориальная доска о том, что там жил Александр Сергеевич Пушкин. Хотя по факту он там не жил. Он жил на набережной реки Фонтанки в квартире у своих родителей после того, как окончился Роскосильский лицей. Но я подробно не буду об этом распространяться, потому что я об этом уже говорил. А я вам сейчас хочу показать перспективу этого канала только на рисунке. Вот так вот он выглядит. Вот это рисунок художника, которого вы все прекрасно знаете. И обратите внимание, что вот здесь вот эта баржа. Баржа с дровами. Находится на замерзшей, заметьте, реке, по сути, ну, реченьке. Художника зовут Илья Ефимович Репин. И я вам сейчас покажу еще одну фотографию. Вот эта фотография сделана в доме, о котором мы сейчас будем с вами говорить. Дело в том, что здание это, если мы с вами, вот можно выйти вот туда, на островок безопасности, и там, собственно, показать. Мы говорим вот про этот дом. Здесь висит еще одна мемориальная доска о том, что с 82 по 95 год, 19 веке, здесь проживал художник Репин. Изначально он проживал на втором этаже. Вот в этом балконе, на этом балконе он восседал иногда. Да, в этой ротонде у него располагалась мастерская. Часть окон его жилища выходила на нынешний проспект Ремского-Корсикова, а тогда, опять-таки, Екатеринговский, а часть на канал. И надо сказать, что у Ильи Ефимовича были очень странные повадки в семье. Например, они спали здесь с открытыми окнами, всегда, даже зимой. И когда они просыпались, иногда у него была заиндивелая борода, спали они в таких капорах, либо в беличьих шапках. Ну, вот так он их воспитывал. А потом Репин попросил домовладельца, специально для него, построить отдельную мастерскую, вот эту вот, на последнем этаже. То есть, эта мансарда, редкий случай, когда она была туда вмонтирована не в эпоху святых 90-х или в нефтяных нулевых, а еще в 19 веке. И вот именно из этой мансарды и был у него вид на Екатеринговский, на Екатерининский, извините, канал. И там он написал, нарисовал этот рисунок, который он показывал. Ну, конечно, наибольший интерес представляет собой не этот рисунок, наибольший интерес представляет некоторые другие работы, которые были там написаны. Ну, во-первых, это крестный ход в Курской губернии, такая достаточно одиозная картина, которая не пришлась ко вкусу многим в тот момент. Но, помимо этого, конечно, самым главным блокбастером конца 19 века, если говорить про живопись, была картина, которая у нас имеет название «Иван Грозный, бевать его сына», а по факту она называлась «Иван Грозный и сын его Иван». Ее он написал именно там, ну, как и ряд других картин, но хотелось бы остановиться на ней буквально вкратце, потому что Репин ведь ее написал, посетив Испанию, и попав там на корриду, он вообще совершал турне по Европе с целью посещения музеев и наблюдения прекрасных произведений художественного искусства. И понятно, что в Мадриде они ходили в Прадо, а потом вот он попал на корриду, увидел там море кровища, его это дико впечатлило, и он решил нечто подобное изобразить на холсте. Позировал ему писатель Гаршин, о котором я, кстати, тоже намереваюсь как-нибудь рассказать отдельно, потому что очень показательная персона. Он покончил с собой, когда министр внутренних дел Лорис Меликов пообещал ему не казнить Младецкого. Младецкий покушался на Лориса Меликова на Большой Морской улице, об этом я тоже как-нибудь расскажу и покажу, где это было. И Гаршин пришел к нему, попросил не казнить, Лорис Меликов ему это обещал, казнил, и Гаршин сошел с ума. Вообще он был молодой писатель на тот момент еще, и один из самых известных сборных рассказов, у него красный цветок. Обратите внимание вот на эти ворота. Огромные такие петли. Сейчас они не открываются, да. А когда-то здесь был съезжий дом в Коломенской части. Я о нем продолжу свой рассказ, когда мы перейдем дорогу. Так вот, Гаршин точно так же позировал Репину для другой картины. Она вам сейчас здесь выскочит. Вы ее все прекрасно знаете, да, не ждали. Но мало кто знает, что у этой картины был на самом деле другой вариант. Вначале, посмотрите, для сравнения, да, такая разбитная бабенка пришла и стоит с вопросом, ну что, не ждали. То есть совершенно другое настроение. И поэтому, когда Репин его переиграл и инкорпорировал туда Гаршина, она заиграла другими красками. Так вот, вот эта картина «Иван Грозный, сыновой Иван», она вызвала бурю на самом деле. В прессе она была запрещена к экспонированию, несмотря на то, что Третьяков ее купил. И вышел указ, согласно которому он не имел права выставлять ее у себя в галерее. Указ этот исходил из Третьего отделения. Ну, то есть по факту, как бы, сказать, ФСБ запретило, не знаю, там, кинокартину Звягинцева. Это очень грубое, конечно, сравнение передергивания, но как-то хоть показать контекст того, что тогда происходило. Значит, вот этот свежий дом, построенный по проекту архитектора Железевича в таком ренессансном, флорентийском стиле. Для этого здесь стоял другой свежий дом. Я вам сейчас покажу вообще, как эта церковь, ой, извините, церковь, как эта площадь раньше выглядела. Вот, посмотрите. И из этого свежего дома умудрился бежать в свое время Пресняков. Это Народоволец, один из трех людей, которые занимались изготовлением динамита. И это нам опять-таки говорит, какие тогда были нравы в полиции и в охранительной системе, о чем вот Народоволец Тихомиров писал. Боже, какая это была прекрасная полиция, нам надо было ее холить и лелеять. Точно так же мы можем посмотреть, если вот пройдем сюда, вот в ту сторону. Я вообще хочу показать картинку, одну фотографию. Это, соответственно, уже идут наши солдаты. А если мы перейдем взгляд вот сюда, еще одна картинка. Это постройка баррикад. Только постройка баррикад еще во времена Гражданской войны. Город готовился к обороне против белогвардейцев. Здесь у нас стоит очередной верстовой столб. Ну, в некоторых краеведческих книжках сказано, что такие столбы стояли по дороге в Петергоф. На самом деле, аж до Нарвы шла эта трасса. Очередной раз хочу вам обратить внимание на солнечные часы. Вот посмотрите, сегодня какой прекрасный солнечный день. Можете ли вы сказать, сколько времени, глядя на эти часы? Видите, какая полезная вещь для города Петербурга. Старокалинкин мост. И здесь бросается в глаза, на самом деле, ну, во-первых, вот эти башни, конечно же, да, два моста у нас таких сохранилось. Старокалинкин и мост Ломоносов, вон они и шли. Там написано «О, 1788». Что это за такое восклицание? О, 1888 год. Вот, о, какой прекрасный год. На самом деле, это год окончания строительства этого моста. Соответственно, логичный вопрос. Если мы перейдем с вами на ту сторону и посмотрим с другой стороны, то там, наверное, будет какая-то другая буква. И действительно, она там будет. Это будет буква «энда». То есть начато строительство и окончено строительство. Мост, как вы видите, еще второй половины 19, ой, извините, 18 века. И центральная часть у него раньше разводилась. Когда здесь плавали барки с высокими мачтами, сейчас он, конечно, не разводится. У него была реконструкция. И не одна одна революция, а другая уже в советское время. Видите, какие мощные цепочки, да? Вот это у нас адмиралтейские верфи. Здесь был построен первый в нашей стране, как тогда говорили, пироскав, то есть пароход на заводе Берда. Шотландец Чарльз Берд открыл здесь завод. Он был не винтовой, а еще с такими, знаете, колесами по бокам. А труба частенько использовалась как мачта, если дул попутный ветер, потому что ходил этот пироскав в Кронштадт. И надо сказать, что очень многие любили эти поездки, потому что было быстро относительно парусного флота. Хотя, конечно же, вот это обилие грязи, дыма, который исходил из этой трубы, очень нехорошо сказывался на платьях дам. Здесь мы тоже с вами посмотрим, если вот туда, то мы увидим фотографию с той стороны, как этот мост выглядел еще до революции. Стоят такие прекрасные люди. Практиковала здесь, конечно же, ловля рыбы постоянная. Вот эти вот бывшие морские казармы в свое время были отданы морскому госпиталю, первому Российской империи. Он был организован еще Петром Первым на выборской стороне, примерно в районе нынешней военной медицинской академии. Потом он переехал сюда, и ему изначально достался участок, к которому мы приближаемся, выкупленный специально под эти цели. Здесь располагались моряки. Ну, для Петра Первого моряки – это как бы главные люди империи на тот момент, потому что он мечтал о морской державе. Был выкуплен участок, и сначала вот в том доме, к которому мы приближаемся этот госпиталь располагался, потом ему достались и соседние казармы. Но нас интересует, на самом деле, здание, которое стоит вот практически в самом конце реки Фонтанки, по левой стороне. Это Калинкинская больница, а до этого Калинкинский предельный дом. Мы можем с вами нырнуть вот сюда, но мы, на самом деле, будем нырять в другую арку. Значит, Петр Первый мечтал организовать производство шпалер. Сейчас, когда вы пойдете, например, в Эрмитаж, и там есть такой замечательный пассаж, и висят эти шпалеры по стенам, выглядят как какие-то гигантские половые тряпки. Ну, потому что они выцветшие, абсолютно потерявшие колорит. А на самом деле, изначально это были совершенно потрясающие произведения ткацкого искусства. Ну, представляете, это все вручную, да? Вот это, каждую ниточку одну к другой. То есть, изготовление одной шпалеры порой занимало не один год. И сначально шпалерное производство было налажено с той стороны Невы, отсюда шпалерная улица, а потом перевели сюда, организовали предельный дом. Где он располагался, я вам покажу, потому что мы с вами подходим вот как раз к этому замечательному зданию. И надо сказать, что это сейчас жилой дом. А вообще, здесь было несколько учреждений, и одно из них называлось благородный пансион. В этом благородном пансионе преподавал некий Кюхельбекер, царский сельский кореш нашего Александра Сергеевича, будущий декабрист, Кюхля, как его там называли. А среди тех, кого он здесь обучал, был, во-первых, младший брат Александра Сергеевича Левушка, и Пушкин его здесь посещал неоднократно. А также Михаил Иванович Глинка, наш великий русский композитор, с которым в Петербурге связана масса всего, и есть не один адрес, где он проживал. Я обязательно там тоже сделаю экскурсию. Но, если вы смотрели мои выпуски, то вы знаете, где Михаил Иванович Глинка умер, и где он изначально был похоронен. Изначально похоронен, хочу заметить. Но вспоминайте, в Стольном городе Берлине, в Германии, он умер, и там действительно был похоронен, а потом его тело, соответственно, было перевезено к нам на родину. Так вот, вот это вот здание, сохранившееся, аж еще с 19 века, ныне является жилым. Вот, пожалуйста, можете, кстати, прикупить. Видите, тут продается, и это явно даже не квартира, а комната, судя по окнам. Будете жить на территории бывшего благородного пансиона. Ну, а мы с вами ныряем вот сюда, и вот два здания по правой стороне, одно и второе. Значит, это старая Калинкинская больница, а та новая Калинкинская больница, построена уже по проекту архитектора Шарлеманя, сейчас это БЦ бизнес-центр. Чем она прославилась в истории нашей страны? Дело в том, что сюда стали свозить непотребных девок. Изначально их здесь пытались на путь истинный поставить посредством приучения к предельному мастерству, а потом здесь открылась как раз-таки Калинкинская больница, где лечили от так называемых прилипчивых болезней. Что это за прилипчивые болезни? Венерические. И это, конечно же, риторический вопрос, вообще, возможно ли бороться с проституцией. Ну, в принципе, да. Потому что Петербург был мужским городом. Здесь стояли полки, да, вот, например, вот в ту сторону Измайловский полк, дальше Семеновский полк, Преображенский полк, Конная гвардия и так далее. Производство промышленное, где тоже в основном работал мужской контингент. То есть женского пола тупо не хватало. Ну, а как-то надо надобности свои справлять. И я частенько говорю, что на самом деле в те времена посещение проституток являлось, ну, как бы как походом к врачу по факту, да. И Николай первый легализовал проституцию в 40-х годах 19 века. И, соответственно, любая женщина могла ее встать, получив так называемый заменительный билет. Это был рзац паспорта. И там в конце этого заменительного билета были отметки о том, что эта женщина сходила, показалась к врачу. Ходили они, на самом деле, к разным врачам. Ходили они к врачам в съезжие дома. И ходили вот в эту вот калинкинскую больницу. И врач ставил отметку о том, что она показалась, о том, что она здоровая. И, соответственно, имеет право продолжать выполнять свой профессиональный отметни-сопружеский долг. Я вам хочу зачитать одно из своих любимых стихотворений Саши Черного, которое называется «Городская сказка». Здесь есть момент, ну, здесь есть масса интересных моментов, но один из них нам прямо важен в ходе нашего представления. Профиль Тольши Камеи, глаза как спелые сливы, шея белее лилии и стан, как у Леди Гадивы. Вот посмотрите, какая риторика Леди Гадива. Представляете, сейчас какой-нибудь наш рэпер поет «Ты моя телочка, и стан у тебя, как у Леди Гадивы. Ну что за дива?» Ну, вряд ли мы такое услышим, а вот тогда были подобные аллегорические моменты, и все его понимали. Сейчас немногие знают, кто вообще такая Леди Гадива. Там подумают, Леди Гага, может быть. Деву с душою бездонной, как первая скрипка оркестра, недаром прозвали Мадонны и медички шестого семестра. Пришел к Мадонне филолог Вадей Семенович Смяткин, рассказ мой будет недолг, филолог влюбился по пятке. Влюбился жестоко и сразу в глаза ее губы и уши, цедил за фразу и фразу, томился, как рыба на суше. Хотелось быть ее чашкой, братом ее или теткой, ее эмалевой пряжкой и даже зубной ее щеткой. «Устали, Варвара Петровна?» «О, как дрожат ваши ручки!» – шепнул филолог любовно, а в сердце вонзились колючки. Заметьте, несмотря на то, что это молодые люди, она студентка, он юный филолог, все равно Варвара Петровна. Вот такие были куртуазные отношения. «Устала, вскрывала студента, труп был жирный и дряблый, холод стал инструмента, руки, конечно, и зябли. Представляете, приходите вы к своей любви, и она начинает рассказать, как она скрывала студента. Потом у Калинкина моста смотрела своих венеричек, устала их, было доста. Что с вами, вы ищете спичек?» Вот, у Калинкина моста, то есть вот это вот Калинкинская больница. «Спички лежат на окошке, ну вот, вернулась обратно, вынула почки у кошки и зашила ее аккуратно. Затем мне с подругой достались препараты гнилой поповины, потом был скучный анализ выделения в моче мочевины. «Ах, я прошу извинения, я роль хозяйки забыла, коллега, возьмите варенье, сама сегодня варила». Фадей Семенович Смяткин сказал беззвучно «спасибо», а в горле ком кисло-сладкий бился, как мне в воде рыба. Не хотелось быть ее чашкой, ни братом ее, ни теткой, ни ее эмалевой пряжкой, ни зубной ее щеткой. Так вот не состоялась любовь. По поводу варенья сама варила. Тоже это показательный момент, потому что я помню, что когда Надежда Константинова Крупская Владимиром Лениным оказались в ссылке, выяснилось, что Надежда Константинова Крупская не очень-то шибко разбирается вообще в приготовлении съестных блюд. И единственное, о чем она помнила, это как ее в гимназии учили варить варенье. Но даже здесь она как бы не преуспела. Если бы не девушка Паша молодая, ну подросток по факту, которая их спасла, а потом приехала в шатюще, то Владимир Ильич, возможно, мучился бы с голоду. Вот здесь у нас совершенно потрясающий образчик того, как раньше строили дома. Видите, на каменном подвале, на руси это называли подклет, на каменном подклете деревянное здание. И это был на самом деле очень дородный дом для еще даже 19 века. И еще в поствоенное время таких домов было немало. Во время блокады очень часто, если эти дома пустовали, их разбирали на дрова. А примерно вот в той местности, вот там вот, раньше стояла часовня. Я вам сейчас ее покажу. Часовня по проекту Василия Косякова, замечательного архитектора, построившего у нас немалой церквей, ну, например, Морской собор в Кронштадте. Эта часовня была возведена в честь божественного спасения Александра Третьего в ходе, ну, после трагедии в Борках, да, когда царский поезд сошел с рельс. И у нас таких часовен было немало в Петербурге. А мы с вами переводим взгляд сюда, и вот интересный такой у нас архитектурный квест. Посмотрите на это здание. И подумайте, в каком веке оно было построено. Ну, то есть, если бы мы с вами сейчас оказались где-нибудь на Сенатской площади, где наблюдали бы Карла Ивановича Росси, это такой ампир-ампир, а потом посмотрели бы на более строгую классику уже в 40-х годах, мы подумали бы, что это Николаевское время. Но на самом деле это советское время. Это архитектор Бурышкин, который построил у нас огромное количество строений. Некоторые из них сейчас вам будут вылетать, и вы их все прекрасно знаете. Но ведь по факту это все та же самая желтая, так называемая, классика того времени. И очередной раз хочу обратить ваше внимание на то, как меняется архитектурный контекст. То есть была классика, потом, и мы сейчас об этом поговорим, да, пришел так называемый неорусский-византийский стиль. Затем у нас насторожествовала эклектика, потом модерн, потом неоклассика, ну, вот архитекторы фамилии, я к тому примеру. Потом, после революции, архитектура, авангарда, функционализма. А потом Йосиф Сталин сказал, давай все по-новой, и мы вернулись к называемому сталинскому ампиру. То есть так вот все идет по кругу, и в истории точно так же. Так вот, когда еще при Николае I важник кризис в стиле классицизма, особенно в культовом церковном строительстве, стал вопрос, а какие архитектурные формы выбрать за место этого стиля. И выбрали. Дело в том, что если мы переведем взгляд вот туда, на то здание, это первый трехзальный кинотеатр у нас в стране, я вам в нем скажу, конечно же, дополнительно, то мы с вами выясним, что раньше здесь стояла церковь Святой Екатерине. Она вскакала с места на место, изначально она как раз располагалась неподалеку от Екатерининской, вот этой вот Калинкинской больницы. По легенде, именно в этой церкви Петр I венчался со своей прекрасной прибалтийской, как ее называли, портомойкой в солдатской среде, со своей Катенькой. Значит, встал вопрос, в какой форме у нас стоит церковь. Был объявлен конкурс, который выиграл архитектор Константин Тон, который возвел здесь впервые у нас в Российской империи церковь, в так называемом неорусском или византийском стиле. Это настолько понравилось Николаю I, что он сказал, вот теперь в таком стиле давайте все и строить. То он у нас построил в Петербурге аж пять церквей, Благовещенскую, на Благовещенской площади ныне, это напротив дворца великого князя Николая Николаевича Старшего, Благовещенский мост нынешний, и площадь Труда, сейчас эта площадь называется. Это была церковь Конного полка. Веденскую церковь в Семенцах, там, где портировал Семеновский полк, напротив станции метро Пушкинская, я показывал это в ходе своей экскурсии вот как раз от Витебского вокзала. Почему Питер – город странных людей, где Лолна Маркарова читала свой гениальный монолог Веры Фидбер. На обводном канале церковь Святого Мирония он построил. И еще одна из церквей у него есть, сохранилась она, но, к сожалению, полностью переделанная, без куполов, на Аптекарском острове. Мы, соответственно, до нее доходили, когда я брал интервью Стаса Березовского, гитариста группы «Сплит». Была у нас такая проходочка. И Николай I приказал сделать альбом, образцовый альбом с типовыми проектами, который рассылался по городам и вещам, и местным архитекторам настоятельно рекомендовалось строить теперь церковь именно в таком тоне. Извините за эту игру в слов, Константин Тон попал в том. Естественно, местным архитекторам это не очень нравилось. Естественно, не нравилось то, что Тон, как считалось, подлизывался под Николая I. Герсон очень негодовал по этому поводу. И поэтому Тон считался таким вот прихлебателем, архитектором-прихлебателем царской власти. Это потом негативно сказалось на одном из главных его строений – храме Христа Спасителя, потому что Сталин очень хорошо использовал эти настроения в прогрессивной общественности, царившей до революции. и благодаря чему, собственно, храм Христа Спасителя пошел под снос. А мы с вами пришли к дому, где висит мемориальная доска. Вот я вам сейчас ее хочу показать. Вот она. Здесь действительно располагался ну, в общем-то, такой экспериментальный обучающий центр школы имени Федора Достоевского, сокращенно ШКИП. И вы, конечно же, наверняка видели это гениальное кино, снятое по книжке «Республика ШКИП». Виктор Николаевич Сорока-Росинский, который здесь обозначен, он, собственно, согласно сокращательной моде того времени назывался «Викник Сор». Там была еще замечательная женщина Амалия, сокращенно «Амбонь» – американская, вонючкая. Прекрасные песни в стиле «Не женитесь на курсисках, а не толстые, как сосиски». Ля-ля, тру-ля-ля. Преподаватель математики их пел. Так вот, в чем был совершенно потрясающий ход этого «Иксора»? Почему именно «Республика ШКИП»? Ведь это было время ужасное, когда в результате вот этого военного коммунизма, гражданской войны было огромное количество сирот, детей, которые группировались в такие самые настоящие малолетние банды, то есть не банды Нью-Йорка, а банды Питера. И с ними надо было что-то делать. Так вот, он предложил им идею самоуправления. Это была крайне популярная тема в тот момент. И это ведь, понимаете, как вот, всегда выгодно кого-то критиковать и быть в оппозиции кому-то. Но при этом не делать то, что делает критикуемый тобой человек. А потом вдруг, когда ты занимаешь его должность, выясняется, что надо делать то, делать это, делать, управлять огромным коллективом, ты уже попадаешь под огонь таких же критиков. И вот именно этот момент и прекрасно знал Викник Сор, когда предложил этим самим детям управлять себе подобными. И тут они вдруг выяснили, что оказывается, вот жизнь она вот так вот устроенная. Одно дело просто тырить колбасу или хлеб по закоулкам, а другое дело попробовать принять какое-то решение коллегиальное, да еще сделать так, чтобы это решение выполнялось в жизни. Вот это был, конечно, гениальный прогрессивный подход, и я настоятельно рекомендую посмотреть этот фильм. Тем более там есть кадры, правда, снятый, картина-то снималась не здесь, да, картина-то снималась в другом месте. Там есть кадры из Петербурга, например, возле казарм конного полка, вот кусочек мы вам сейчас покажем, и там виден, например, Исаакиевский собор на заднем плане. А мы с вами пришли к этому самому первому трехзальному кинотеатру Москва, построенному по проекту Лазаря Хидикеля. Оно тоже крайне интересное для нас, потому что дело в том, что это такое ленинградское ардеко, и оно носит черты пост функционализма, конструктивизма. В рамках этого стиля здесь не должно было никаких украшательств. Но, как вы видите, наверху у нас есть брельеф. Построенный по проекту, сделанный по проекту скульптора Крестовского, он был сыном того самого писателя Всеволода Крестовского, написавшего петербургские трущобы. И все вот эти вот люди, которые там изображены, они на самом деле имеют прототипы. Вот в одной книге, которая называется «Силуэт времени», написано, что женщина-скульптор навеяна обликом Янсен Манезер. Янсен Манезер это жена Генриха Манезера, это человек, который надел огромное количество статуй Сталина, он делал его посмертную маску, ну и соответственно скульптуры для московского метрополитена. Значит, живописно на станке стоит Александр Самохвалов, у нас тут недавно была прекрасная выставка Самохваловой Дейнеки в этом Манеже. Танцуют там у нас среди прочего Уланово и Дудинское, да, про Дудинскую, кстати, написано моим путеводителем с Кисперсом, там, где раньше была квартира Вавилова, она там жила. Дальше у рояля Софья Преображенская, Ну вот эта эпоха такая раннесоветская, Софья Преображенская была оперной певицей, она, кстати, исполняла одну из песен в фильме Волга-Волга на слова лебедя Кумача. Ну и, в общем, так далее, и даже в конце вот там вот этот чуть не сказал видеооператор, кинооператор на самом деле тоже это исторический прототип имеет человека, который был у истоков Ленинградского союза художников. Вот мы с вами сейчас идем на Рижский проспект, где мы начинаем разговор вообще про немецкий Петербург. Дело в том, что вы знаете прекрасные производства, известные скороход и красный треугольник. На самом деле их многое объединяет и мало кто вообще знает, что изначально, например, фирма Скороход, она сугубо немецкая. Фамилия основателя Кирштен Генрих, у него был сын, Генрих младший, они наладили производство непромокаемой обуви еще в Пушкинскую эпоху, на закате Пушкинской эпохи. Дело в том, что мы сейчас сходим, видите, погода какая чудесная, но у нас есть специальная обувь для этого, а в то время, если ты выходишь без калош на улицу, то ты свою обувь просто запоришь через какое-то время, а обувь стоила отки дорого, она вся сшилась на заказ. Так называемые магазины готового платья стали появляться только к концу 19 века из магазина готового обуви. Значит, это особняк некого человека по фамилии Зивая, он был не текстильным, конечно же, королем, но занимался, как мы сейчас сказали, тряпками. Но нас интересует больше другой особняк, вот этот вот. Они начали свое производство еще у Дворцовой площади, а потом переместились сюда. Значит, изначально производство было на Бодном канале, потом он построил фабрику на Заставской, после того, как основное производство слилось как раз-таки с компанией Треугольник, ставшей потом Красным Треугольником. А здесь вот они построили вот этот замечательный особняк. Семья родилось четверо сыновей. Обратите внимание, как их звали, насколько романтичным был у них отец. Артур, Эдуард, Персиваль и Бруно. И Скороход-то это ведь вообще что? На самом деле это маленький мук. То есть он очень любил сказки, этот наш господин Генрих Кирштен. И к концу 19 века и вообще в начале 20 века они производили пятую часть вообще всей обуви у нас в стране. То есть их гигантские были потоки производства было на немецкий лад, станки закупались в Германии, основные все специалисты были немцы, документация велась на немецком языке. И это было их родовое гнездо. Ну а и даже в 14-м году, когда началась война с Германией, они не уехали и не поменяли фамилию, что тогда делали многие немцы в Петербурге. остались здесь. К сожалению, судьба их после 17-го года неизвестна, но известна судьба этого особняка. Обратите внимание на вот этот вот знак, висящий над соответственно входом. Это знак общества Совиахин, там я его периодически показываю во время своих экскурсий. Там у нас пропеллер, винтовка, звезда, молоток и противогаз. Этот знак вешался на те дома жители которого все вступили в общество Совиахин. То есть это на самом деле здание было потом переделано в жилой дом, здесь были коммунальные квартиры и это стандартная такая судьба, к сожалению, большинства таких вот барско-буржуйских особняков. Но общество Скороход, оно в какой-то момент часть своих активов слило с этим обществом треугольник. Мы сейчас посмотрим на эту мемориальную доску, что в этом доме помещался первый союз рабочих резиновой мануфактуры красный треугольник, организованный 18 ноября 1905 года. Я всю жизнь думал, что красный треугольник это уже послереволюционное название. Мы сюда идем. Видите, здесь когда-то тоже были воротики у нас. Старые петли остались. Сейчас мы машину пропустим. Но во-первых, это завод, треугольник, он был точно так же организован изначально вообще немцем, хотя компания была американской. и если мы посмотрим на рекламу дореволюционную, то мы увидим, что треугольник уже до революции был красный. Это был их фирменный, как бы мы сейчас сказали, знак. Ну а после революции он стал красным уже по факту, потому что ясное дело, что когда красный в городе, то и все у нас краснеет моментально. Вот это типичный у нас Петербург. Вот так вот вообще по идее должны были строить согласно всем нужным правилам противопожарной безопасности. То есть должны были быть щели между домами, доходившие до полуметра. Но поскольку все, естественно, не экономили, а наоборот старались извлекать максимальную прибыль, то дома и флигели они сжались друг к другу. Мы с вами сейчас выходим дворами на Курлянскую улицу, и там мы заведем разговор о ну че мы и пойдем нет? Покажите квартиру. А? Покажите квартиру. Давайте. Я видел пару роликов. Да? Да. Вот так вот видите, как важно правильно человеку заплатить заранее. Ремонт просто делаю. Давайте. Покажите нам. Квартиру, может вы нам расскажете заодно, ну если это не секрет вообще, почему вы ее здесь купили, как вам здесь живется, за сколько вы ее купили. купил и делаю ремонт, поэтому я не живу здесь. А, сюда. Сюда. Я ее купил, потому что здесь было самое хорошее предложение с точки зрения цена-качество. Ага. Вот, как бы, в центре, в Азербайджанском районе. Угу. То есть, здесь реально за восемьдесят тысяч получился квадратный метр. За восемьдесят тысяч квадратный метр? Это очень дешево. Это очень дешево. Это был какой-то очень короткий период летом. Угу. 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 Естественно, здесь еще много коммунальных квартир осталось. Да, это видно по окнам. Да, по окнам вот по этим дверям. Здесь все стандарты, но многие уже заменили. Угу. Вот. По паспорту дом восемьсот девятьсот двенадцатого года местные жители говорят, что их дедушки заселились в восемьсот девяносчетвертом еще рабочие. Дедушки наверняка работали на местных предприятиях. Ну да, каких-то заводах они были. А как вообще вот атмосфера района, как бы вы ее описали? Ну, мне, честно говоря, Бералтейский район всегда так не очень нравился. Ага. Такой немного мручноватый. Не такой парадный концент. Ага. Ну, в принципе, все в порядке, нормально. Но он преображается в лучшие стороны сейчас. Вот я тоже живу здесь неподалеку, но, правда, с той стороны фонтанки. Надо сказать, что район изменился за последнее время в лучшие стороны. Ну, соответственно. О! Вот смотрите-ка, еще деревянные вполне себе у нас. Деревянные, но здесь уже положено металлические. Это я вижу, да, металлические, но вот это-то не металлические. Это деревяшки, да. Вот она, наша любимая драночка. Драночка, да. То есть, судя по всему, здесь был куда-то... Фонфилатный проход в соседнюю квартиру, да. Я правильно понимаю, что это тоже была коммуналка? Да, здесь было четыре комнаты, вот по потолку еще видно разделение перегородок. Смогу интересную деталь показать. Давайте. меняли окна. Ага. Неужели. О-о-о, отлично. Ну-ка, Даниил, зацени. Подкова на счастье. Да. Не, ну, вполне на самом деле. Сколько здесь квадратов? Здесь 84. Норм. То есть, 84 квадрата по 80 квадратных метров, за 80 тысяч за квадратный метр, это прям огонь, на самом деле. Согласитесь, что место хорошее, и я могу сказать, что поскольку сейчас уходит вся эта промышленная тема потихонечку, да, сюда вот приходят девелоперы, и я думаю, что лет через 5-10 мы вообще не узнаем. Да. Да? хороо открывается видимо, 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 с улицы. Слушайте, ну вот смотрите, как нам повезло. Я, конечно, всегда стебусь, да, что все вот эти моменты, все встречи моих зрителей я типа там подстраиваю, но нет, это реально всегда органично происходит. Очень забавно бывает, когда во время моих экскурсий какие-то возникают там персонажи, и я каждый раз говорю, вот, пожалуйста, аниматоры входят в стоимость экскурсии. Всегда приятно, когда люди стараются хоть что-то выращивать на подоконнике в наше прекрасное светлое, яркое, солнечное, зимнее время. Но действительно, на самом деле, если мы посмотрим на изменения вот всех этих мест, мы увидим, что ландшафт меняется. Кто бы мне сказал когда-нибудь, что в районе Балтийской будут продавать дома с тегом в центре города. То есть, для меня это всегда был такой район, но уже сугубо промышленный. Но уже даже там строят на самом деле жилые дома. Вот я вам хочу показать этот дивный балкон. Я, конечно, понимаю, что архитектор, строивший эти флигели, он не особо придавал значение внешнему виду. Тем не менее, он запарился даже, видите, руст пустил. Но я думаю, что если бы он увидел вот такое, вот такую красоту неземную, его бы, конечно, передернуло, но у людей есть чувство стиля. Здесь, что мне нравится, это вот такие штуки. Вот смотрите, вот они вот здесь есть, и они есть еще с другой стороны. Это абсолютно уже, ну, то есть, это такой архитектурный прикол. ты шел, 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 и такой, хоба, сюда, и потом сюда. Вот это явно какой-то бывший конюшенный сарай, можно об этом судить. А мы с вами направляемся к одному из известнейших брендов, дореволюционных, пивных. Я имею в виду, конечно же, пивоваренный или медопивоваренный завод Дурдин. И прикол в том, что на самом деле, когда они организовывали уже производство в промышленных масштабах, у них главный пивовар тоже был негдец, хотя сами они, конечно, были русские. У Дурдина, у Дурдиных, точнее сказать, потому что вообще основатель династии, он вообще изначально бывший крепостной, у них все было совершенно потрясающе, во-первых, с пиаром и маркетингом. Они делали чумовейшие, чумовейшие рекламы, вот я, некоторые вам тут будут выскакивать того времени, они очень много внимания уделяли дизайну своих бутылок, да, то есть, такие были пермедальные бутылочки из разноцветного стекла. Но, что еще они делали? Они уделяли внимание, и это, на самом деле, к сожалению, не такая распространенная тенденция того, той эпохи, они уделяли внимание тому, в каких условиях и как живут их рабочие. Ну вот, например, я вам хочу привести отрывок из статьи, которая была помещена в журнале «Новое время» в 1910 году. Вот здесь, за забором, это бывший завод Дурдин. Сейчас, ну, то есть, потом он стал дрожжевым кабинетом, да, пищевым. вот посмотрите, какая чудесная веска. В настоящее время на заводе занято до 500... У меня постоянный глюк, 500, 500, миллион раз произносил это выражение и каждый раз забываю. Пять сотен. Пять сотен, да. На заводе занято до 5,00 рабочих. Но я еще даю возможность вам, так сказать, саморализоваться и написать, как же правильно. Ну, бывает такое, клинит меня. Для которых имеются чистые и большие спальни, хорошо устроенные столовые, приемный покой и специальное отделение для сушки платья и белья. Мудрено ли, что на заводе Дурдина никогда не было политических забастовок, да. При заводе постоянный врач и фельдшер за все время существования дела не было ни одной серьезной инфекционной болезни. Администрация завода обращает особое внимание на гигиенические условия жизни рабочих и в этом отношении несомненно достигнуты прекрасные результаты. После осмотра помещения для рабочих, живущих артелями, вновь выписанные администрацией из богемии старший мастер Шрейбер, вот обратите внимание, да, завод русский, а старший мастер Шрейбер, из богемии показывает мне завод. Это целое паломничество. Во дворе обращает на себя внимание огромная икона, поднесенная рабочими директорам завода в день 50-летия существования этого огромного учреждения в 1989 год. Мы постепенно осматриваем ледник, отделение Бродилина и останавливаемся с особым вниманием на обширном отделении где происходит мытье посуды. Тут работают женщины и мальчики. Администрация обратила особое внимание на чистоту и гигиенические условия. Ну и дальше идет описание соответственно рабочего процесса. И вот, интересно, работа на заводе начинается в 7 часов утра с перерывом в час и продолжается до 6 часов вечера. На самом деле по современным меркам это дофига. Ну то есть с 7 до 9, ну правда час перерыв. Но для того времени это было крайне прогрессивно, потому что на некоторых предприятиях средний рабочий день иногда достигал 12, а то и 14 часов в сутки. на заводе имеется 96 лошадей, ну то есть 96 машин, для которых тут же устроены конюшни. Вот. И какое пиво производилось? Пильзинская, столовая, богемская, кабинетная, ну богемская раз, мастер с богемией, баварская светлая, баварская темная, медовые напитки, мед фруктовый, мед номер один, мед номер два. Стоимость 30 бутылок портера английского 5,20 копеек, 5,20 копеек, оптовикан 5 рублей 5 копеек, экономия 15 копеек. На самом деле вот этот вот темный портер, вообще темный сорта пива, это была фирменная тоже фишка Дурдина, он очень много сделал на этом. Здравствуйте. Ну, давайте сделаем фотографию быстренько. Ну, что ж, пойдем. Ну, догоните нас на углу, мы там еще будем. Да я, в принципе, ладно, смотрю вас. Спасибо, спасибо. А можно меня потом туда... Можно мы заблюрим вас? Не, вообще вырезать. Вообще вырезать? Ладно. Да, мы тогда сделаем такой этот размытый, как это называется, мираж, размытый мираж. Очередные постановочные кадры, как вы понимаете. Да, мы, кстати, тем временем прошли мимо гипсоформовочной и литейной мастерской ПАЛЯ, Красного огранка назывался, он уже после войны. Здесь во время блокады изготовлялись мины для обороны Ленинграда. В общем, вот Дурдин, да, и после национализации завод был немножечко перепрофилирован, то есть пиво там перестали производить, дрожжи в промышленных масштабах и, в общем-то, действительно, вот этот ленкомбинат существует до сих пор. Ну, а мы с вами вышли на бывшую, вообще-то, речку, речка, которая называлась Таракановка. И, если мы посмотрим, например, вот в ту сторону, то, во-первых, мы увидим вот там, вдалеке башни того самого и корпуса Красного Треугольника, ныне, к сожалению, приказавшему долго жить. За ним возвышаются уже жилые дома, хотя это бывшая промышленная зона. Ну, и, не знаю, наверное, Красный Треугольник сейчас больше ассоциируется с это, с Кибиди, да, клип, который там, ну, я имею в виду, часть клипа, который там снимался, конкретно вот господин Лисов, с которым у нас была проходочка. Действительно, здесь была речка Таракановка, ее потом засыпали, а я вам в конце хочу рассказать, как поменялся контекст вообще данной местности. Дело в том, что ведь раньше за обводным каналом начинались вот действительно промышленные районы, и всегда, когда какая-нибудь буча, просто здесь выстраивались казаки, казачий ОМОН, как мы сейчас сказали, да, и не пускали рабочих. И на самом деле, вот именно 9 января 1965 года, в Крово-Воскресенье, некоторые стычки были вот там на углу как раз Таракановки и обводного канала. Об этом я рассказывал в отдельной лекции. А теперь все тихо, мирно. Летом здесь у нас прекрасный бульварчик, зеленые цветочки, зеленые листики. Поэтому я думаю, что еще немножко и все зацветет и запахнет. Точно так же, как я надеюсь, все будет свести и пахнуть как на моих экскурсиях, так и в моих замечательных книжках, о которых, если вы не знаете, то можете узнать у меня на сайте. Действительно, все зацвело и запахло. По просьбам трудящихся возобновляется серия романовых без соплей. 23 декабря Санкт-Петербург, 26 декабря Москва будет лекция про Петра I гениального фрика. Для желающих посетить город Неве во время новогодних праздников есть точно так же радостная новость. С 31 декабря по 10 января будут мои пешеходные экскурсии. Одевайтесь теплее и приходите. Расписание есть у меня на сайте и в группах в социальных